Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья, гости. Мы очень рады вас приветствовать в членах Российского государственного университета. И для нас это очень большое событие. Доказывает, например, тот факт, что ректор университета, что у вас здесь есть многие из тех, кто знают и любят наших сегодняшних главных героев. Наш сегодняшний вечер входит в обширную программу событий, которые связаны с юбилеем Вячеслава Селыча Иванова. Утром большинство из присутствующих были на прекрасной конференции. Это была часть конференции, она продолжится завтра. Вчера аналогичное мероприятие было в МГУ. А вот сегодня, завтра же будет торжественное официальное чествование Вячеслава Селыча. А сегодня у нас особое событие. Оно не всегда бывает, не входит в программу юбилеев выдающихся ученых. Это будет поэтический вечер. И он совершенно оправдан, потому что все три главных героя вечера олицетворяют собой единство университетских стен и поэзия. И я буквально по несколько слов скажу о каждом из тех, кто сегодня будет читать. И потом с удовольствием предоставлю слово главным героям вечера. Итак, сегодня перед нами выступят три поэта. Все они представляют университетские учреждения. Первым будет выступать Вячеслав Селыч Иванов, Москва, Лос-Анджелес. Я его здесь могу в нашу стену смело представить как директора русско-антропологической школы в первую очередь. Хотя у него есть и другие замечательные посты и должности, к которым мы относимся с уважением. Я впервые услышал чтение Вячеслава Селыча в клубе Беллингва. Это было несколько лет назад. Там есть такой цикл вечеров «Раритет», где с чтением стихов выступают деятели искусства, науки. В общем, те, кто несколько иначе себя позиционирует. И вот уже тогда я был, хотя книги и публикации знал и раньше, был изумлен тем, что это за стихи, или как сейчас говорят тексты, и как они прочитаны. Я думаю, что и сегодня нас эта радость ждет. Кроме того, среди наших гостей сегодня Томас Венслава, тоже в особых представлениях ненуждающийся, выдающийся литовский поэт, собеседник Бродского и Милоша. Его стихи переведены на десятки европейских языков. Кроме того, мы знаем, что Томас Венслава переводил на литовский язык тоже десятки замечательных поэтов. И Рильке, и Лорку, и Одена, и Пастернака, и многих-многих других. Я могу этот список продолжать до бесконечности. Томас Венслава представляет Ельский университет. И, наконец, Анатолий Либерман, ленинградец по рождению, а ныне представляющий университет Миннесоты. Замечательный филолог, критик, издававший по-английски комментированные издания и великих русских ученых Пропа, Трубецкого и книги великих русских поэтов Тютчева, Лермонтова, например. Кроме того, многие годы Анатолий Либерман тоже пишет тихи. Я знаю книгу 96-го года «Врачевание духа», если я не ошибаюсь, как книга называлась. Так что и для Анатолия Либермана занятие поэзией, в смысле Пастернака, занятие поэзией, да, это тоже дело очень важное. Ну вот, за всем, после этого краткого обступления, я с удовольствием уступаю к слову Вячеслава Всевышнего Чайбанова. Спасибо. Спасибо большое. Благодарю за предоставленные мне, за добрые слова и за предоставленную мне возможность выступить вместе с моими друзьями, которым я очень благодарен за то, что они так издалека приехали, чтобы поучаствовать в наших здешних мероприятиях. Ну, я начну с чего-то, что, может быть, имеет такой несколько биографический характер. Ну, может быть, именно вот поскольку это приурочено каким-то биографическим датам, то имеет смысл. Несколько стихотворений таких, а потом дальше, если будет нужно, я что-то еще поясню. Ну, вообще, преимущественно я не буду объяснять, если у вас какие-то возникнут по ходу дела вопросы, то я в конце готов на них ответить. Пока я рос, меня полет стрекоз сопровождал и стрекотал кузнечик. Во сне моем пил из таежных речек зверь голубой, и сон я пил засос. Грибай водоросли симбиоз, в лишайнике я постигал разведчик загадочного, новогодних свечек, пыланье. Все плыло, пока я рос, а к подоконнику слетались птицы полакомиться. Аллость снегиря, я знал, мог изумруду изумиться. В коробке клоп лесной был, говоря о нем. Я дохожу до той страницы, где еле брежет детство, как заря. Городок писателей Переделкино. В ушах довоенная Переделкино. Патефон. How do you do, Mr. Brown? Отец американское смотрел кино. Никто не сомневался. Голливуду нет равных. Кончаловские пересказывали восторженно, как Мерхольд в мемуарах вспоминает фэн-де-сиэкль. В Афиногеновых старинный прибор для изготовления мороженого. Скажите, как исписательно получается зэк? И когда посадили жену композитора Прокофьева, только что с ним и с детьми, вернувшуюся из-за границы, и на этом прервалась любовь его. А что вообще тогда могло сохраниться? How do you do? Да военное детство рушится. В старой России людей столько было лишних. Раскулачен дачный сосед, сельский мастер игрушечный. Кустарь-одиночка, единоличник. Но оставшимся выжить пришлось, тем не менее, не музею истории, скажем, спасибо. С двух сторон городок ограждали разграбленные имения славянофила Самарина и митрополита Филиппа. Мы границами этих забытых имен ограничены. Спрятан столб с родовой Калычевской славой. Перечислены все, кто зарезан в опричнину, пал под Бородином и погиб под Полтавой. В парке, где санаторий, поместье Самарина, Там наследовалось размышление, отвага молодого деревня. Запомнила барина, позже ставшего прототипом живага. В переделкинском детстве нетрудно запутаться. Мистер Браун, fin du siècle, how do you do? Две усадьбы разгромленные стояли в распутицу, Как в бреду мне явившиеся. Я до них добреду. Следующая тоже из этих биографических стихов, может быть, нуждается в очень коротком пояснении. Вот тот мальчик, судьба которого здесь описывается, по научению своего отца, писателя Всеволода Иванова, о котором я тоже прочту стихи, очень интересовался тем, что происходит в мире. И как и отец, очень болезненно переживал все происходившее. Но вот я прочту стихотворение, в котором одно четверостишь, и вы его легко отличите от других, написано было в 41-м году, в начале июня. То есть это самое первое, что я хронологически сегодня читаю. Но оно вставлено, конечно, в то, что написано ретроспективно много спустя. Я ребенком уже про войну наступающую узнаю, из-за непонимания кляну взрослых, да и свою же семью, и о Мюнхене не говорят, не хотят и про Аншлюз узнать. Им и будущее не в догад. Это литературная знать, превентивная будет война, им последовательно я твержу. У меня голова до дна, и кого призывать к мятежу. Утром около дачных ворот Я подхвачен был кверху рекой, Через мой обезумевший рот Вырывалась строка за строкой. Я вознесся над миром ввысь, Я один парю в вышине. Не кричи мне, вернись, вернись, Не смей приказывать мне. Это значит, что мне предстоит... Это значит, что мне предстоит Трижды в сутки Ходить за едой, За в столовой, Клянчить пищу, Забывший простыд, За в столовой, И злой, и дурной, И горячку пустынь подхватив, Пролежать целый месяц В бреду. Но хоть одолевал меня тиф, Ничего, я и это пройду. Я поэтом проснусь молодым, Вижу, солнце востока встает, И стихи выдыхают, Как дым, Мой полуобезумевший рот. Солнце востока – это Ташкент. И вот последняя в этой биографической серии – это Ташкент летом 42-го года. Голодное брюхо к учению глухо, Сегодня на завтрак одна затеруха, Сегодня на завтрак одни тополя, Ташкентская пыль и верблюды Уходят сквозь дымку, Плюясь и пыля, Я их никогда не забуду, Ни худо б другое попробовать блюдо, А в море век голода, Млеет земля, Ведь и на старуху бывает проруха, Сегодня в газетах опять заваруха, Сегодня на завтрак опять затеруха, И слухи по городу ходят опять, Что и затерухи нам могут не дать, И как с голодухи Распухло, разруха, Разбухло, Конца не видать, И в горле становится сухо, И если хватило бы духа, Я в горы хотел бы бежать, В благодать. В моей жизни огромную роль сыграл мой отец, О котором я уже упомянул, И для меня очень важное и сложное переживание Было связано с его долгим умиранием, Он был человеком мистического склада, И некоторые из его мистических видений, Занятным образом явившиеся ему В эти три месяца в Кремлевской больнице, Где он лежал на Рублевском шоссе, Откуда видно здание университета. Вот эти видения просто буквально записаны, То есть вот текст, который я вам сейчас прочту, Это не мое сочинение, А как бы вот его сочинение, Но мной переложенное в рифму. Не спится мне, А засыпаю, снится, Такой же сон, Которым бредил ты, Когда плыла Рублевская больница Непроходимым морем темноты. И годы странствия проплывали мимо, И на тебя оглядели из зеркал Глаза несчастного Артура Пима, Как ты себя когда-то называл. И звери выходили на поляны, Где ты прислушивался к росту трав, А в Индии кричали обезьяны, За сотни верст паломника узнав. Ты разговариваешь с бодисатвой, И взгляд твой видит в сумраке его, Твои поля с неконченной жатвой Благословляет это божество. Приходит он к тебе высотным зданием И говорит о славе и судьбе, Быть может, жизнь была его заданием, Как в детстве раннем сказано тебе. Но август застилает темные тучи К тебе спускающийся небосвод, Больница этот спящий дом плавучий, Как пароход тебя от нас несет. Всю ночь мне чудилось, я умираю, А это значит, умираешь ты. К какому неизведанному краю Тебя уносит море темноты, Последнее из путешествий явью оказывается, Хоть это сон, навет, обман, И как мне силу навью, Заклясть словами, чтоб ты был спасен. Но солнце-то еще не закатилось, И как на вахте не сдается дух, Все время возвращают на Утилус, Как капитан ты произносишь вслух. Река с ее водой неживая, Палаты, погребальная ладья, Переплывет один, теперь нас двое, И в сумраке больничном ты да я, Но здесь опять стираться граница, Нет смерти, нет, Гробницы и плиты не спится мне, А засыпав снится, Такой же сон, которым бредил ты. Это один из реквиемов, Который я написал, посвятил людям, Для меня много значившим в детстве и юности, Ушедшим от нас. И вот я вам прочту сочинение в четырех частях, Посвященное памяти Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Судорожный, на шарнирах, Как его созвучье стал, Он у нас ходил в кумирах, Но не лес на пьедестал, Развен из самых смирных, Рядом с Малером немал, Только он в делах всемирных Ничего не понимал. Все в глазах, тюрьма да плаха, Партии примерный член, Отчего он полон страха, Почему не встал с колен, Но ни фигу, фугу, бах, Он покажет им взамен, Он всегда звучит в ушах И вне всех колебаний цен. Дара божьего не пропил, Хоть бывало пил, да как, Что ему и форт, и опель, Да и Ситроен пустяк, Начинавшуюся отцепель, Принял он всерьез чудак, А чего не перепробовал, Он, опущенный во мрак, Суждено все муки ада Перенесть нам на Руси, Для чего все это надо, Ты у Господа спроси, Кононада, серенада, Нет, благодарю, мерси, Водку вместо лимонада Ты попробуй пососи. Звонок я открыл, Мне двенадцать, Я знаю, он гений, Один я в квартире, Мне с ним оставаться, Он пишет письмо и предлинное, Уедем мы в Среднюю Азию Из Куйбышева очень скоро, Использует эту оказию он, Чтоб объяснить дирижеру, Как будет седьмая симфония, Которую там и услышу звучать, Звучать их и тьмы посторонние, Не старше меня он, Не выше, И дар не пугал Исполинский, Но как это было давно, Ведь был еще жив Салертинский, Все скачет, как в старом кино, Я вижу отчетливо с Роденкой Лицо молчаливого Зощенко, Что соединял их, Родена, Затрещины или пощечины, Пусть Родена только развалены И только следы от сокровищ, Но не поклоняются Сталину Ни Зощенко, ни Шостакович, Но увековечивать примутся Тот мир, обращенный в сортир, Что соединял их примусы И ад коммунальных квартир, Что соединял их мужество, Рождавшееся из отчаяния, Из преодоления ужаса чудовищного И бескрайнего, Потомок я и современник, Их нет, и зачем-то я жив, Как мучился он из-за денег, Затверженный русский мотив, Мы встретились как-то в сберкассе, О, Боже, как он постарел, Как он распадался на части, Как он разрывался от дел, Как рано он плясками смерти Был намертво заворожен. Я помню его на концерте, Наверное, с третьей из жен, Он дергался и выпрямлялся, Он как на пружинках, Как звук такого смертельного вальса, Где прыгал и пел перепуг. В нем наше натреснулось время, И все отражались мы в нем, Как в зеркале бились мы в теме Громов, Россия виновница, Все прочее, дело житейское, А это надолго запомнится. И к последней части, Эпиграф вам хорошо известный, Из Аполлона Григорьева, Это по-цыгански, Басан, басан, басана, Басаната, басаната, Это обращение к музыкантам и певцам, Вы играете и поете, Так играете и поете по-цыгански. Басан, басан, басана, Басаната, басаната, Ты другому отдана, Без возврата, без возврата, Где же апассионата, Я бессилен, я без сна, Беззащитная, как страна, Бесы, бесы, бесенята, Бас за басом, как со дна, Поднимались глуховато, Музыка заведена и на-на-на-на-на, И тра-та-та-та-та-та-та-та, Нарожна она нужна, Для чего нужна соната, Если за другой одна пропадет, То что когда-то скажут бедные ребята, Мне задача задана, Мы в болоте блядства, блата, Что теперь осталось свято, Сгинь проклятый сатана, Мужа предает жена, Друг на друга, брат на брата, Пишут, просят ордена, Чадом, тленьем разврата, Вся страна заражена, Русь на кровь обречена, С дьяволом обручена, А когда придет расплата, Выйдут бесы, бесенята, Басаната, басаната, Басан, басан, басана. Ну, немножко другое, Хотя, может быть, чем-то продолжается эта тема, Мы были вместе с Сахаровым в Сухуми, Такая портретная зарисовка Сахаров в Сухуми. Реликтовое излучение Обдумываете у берега, Быть может, в этом излечение эпохи, Чья болезнь истерика, Сквозь вас доходит свет реликтовый, А мир ершится до щетинеца, Как лес раздетый, Эвкалиптовый, Топорщащийся у гостиницы. Ну, и вот еще одна такая зарисовка, Касающаяся того, Что пришлось видеть, Как-то переживать. Память освящения Капапелюшки, Убитого агентами польской охранки. Военные вертолеты Вверху над собором кружили, Для опоздавших там Уже не хватало места. Молодому священнику Быть в могиле К следующему моему приезду. Перед самой проповедью Папелюшки Захотелось узнать у меня. Вам не опасно? Вас могут заметить. Не стойте на виду. Друг дружке Передавали то, что было сказано ясно. По окончании службы Кольцо милиции нас окружит. Проходите спокойно. Всех пропустят. И толпа Начинает молиться. Рабочие рядом со мной, Решительные, как воины, Пришедшие с заводов Издалека в Варшаву. Это та революция, О которой писали книги. Она выглядит буднично, А не величаво. И попы Настоящие, а не растриги. День спустя в верхних покоях Другого храма Кругом солдата Возможны облава и обыск. Подпольная типография Работает за стеной упрямо. Империя неудержимо Проваливается в пропасть. А через несколько лет я узнал Навсегда в поднебесье Улетел священник, бывший летчик. Но в тот вечер Десятки тысяч Пели вместе. И в каждом из нас По пелюшке Остался рощерк. Самое время прощаться, А хочется начинать сначала. Перечислять не сделанное, На которое не хватает минут. Укачало у последней пристани, Не у временного причала. И гранки поправить, Наверное, уже не дадут. Старость надвинулась, Значит, уменьшается ярость, На новинки не зарясь, Нелепость видней. Умерший Андрей Мне все время показывает солярис, А веществление памяти Без продолжения дней. И дело не в эмиграции, А в готовящемся переезде, В края с неизвестной валюты. Их, может быть, нет, А если есть там другие обычаи, Законы созвездия, И народонаселения, Из прошлых забытых планет. Что заранее сделать? Строй припомнить их речи, Исповедаться, причаститься, Смехотворен обряд, Если кого-то мы встречу, По привычке перечить, Разговор покалечу. А свободомыслия Мне и там не простят, В сентябрьской Прозрачной хрустальности. Есть нарочитость, Как будто Прикидываешься умудренным, А в самом кипяток, Как Лос-Анджелес, Кактус и пальмы, Экзотические атрибуты. И кто остановит поток? У кого есть заранее Забронированная каюта? Хоть достаточно круто, Все не то. Все зависит от выигрыша в лото. Числами обозначили Границы тысячелетия И века, Перед которым якобы другие Бледнеют века. Две мировые войны, А что еще будет на третье? О десерте бессмертия. Помалкиваем пока. Не обескровь, Не обесточь, Не ставь пока на этом точке, Пускай еще ложатся строчки, Пускай выплескивает ночку, Куски негаданных пророчеств, Не зная ни имен, ни отчеств. Все это ей зачем толочь, Пока еще душа живет, Не отделившаяся от тела, Хоть завица на небосвод И в космос чуть не полетела. Не обездоль, Не обесцень, Не дай сейчас сойти со сцены, Не отгоняй сегодня в тень, Не навяжи мне перемены, Не обездоль, Не обессудь, Пусть судят, Но поймут по сути, Уснуть, Чтобы увидеть суть В разбитой вдребезге посуде, Когда кругом и жуть, и муть, Всего как следует хлебнуть, И потеряв из вида путь, Запутаться на перепутье, Зря добиваться правосудия И выбраться куда-нибудь, Как делают обычно люди. Ты про меня не позабудь, Раз я родившийся в сорочке, Хоть я и приуныл чуть-чуть, Пока я сам прошу отсрочки, Пока я не собрался прочь, Не обесточь, Не обестрочь. Спасибо. Спасибо большое, Почтавцы Иванову. Я, кроме слова благодарности, Буду сказать, Что в начавшемся учебном году Задуман цикл поэтических вечеров, Который будет организован Совместно Русской антропологической школой Центром Новейшевской оперативы. И вот я думаю, Что будет правильно, Если, по-моему, сейчас будет Анатолий читать. Все раз в этих стенах, Я последний, кажется. Очень рады, это замечательно. Я сейчас с удовольствием Представляю слово Кому студентству, И вот от себя хотел бы попросить, Если возможно, Чтобы вы прочли по-литовски, На этом прекрасном языке, Даже для тех, Чей лексикон исчерпывается Диапазоном Монтламос Макарас Дуашни Супранту, Я из таких. Даже для этих людей, Я думаю, стоит Важно услышать Хотя бы одно и нескольких Тихотворений по-литовски. И читает Томас Венков. Хорошо, спасибо. Можно я вас здесь? Угу. Да. Камеру помочь. Убийцы? Да. Не, 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 не. Пододвинуться. Хорошо. Как мы это сделаем? Так. Так. Помогите. Я пишу на литовском языке только, хотя статью научную мне иной расследствий написать по-русски, даже по-английски, чем по-литовски. Так вот, читать я буду в основном переводы. Потом я комментирую стихи обычно, и эти комментарии бывают длиннее само стихотворения. Одно будет длинное. Оно называется «Память Гэнкуса Гапэншкуса». Что это такое? В городе Каунасе в советские времена в окне похоронного бюро была такая табличка, металлическая табличка с надписью «Гэнкус Гапэншкус». Это имя и фамилия невозможные в литовском языке и, вероятно, во всех остальных языках. Это специально, чтобы никто не узнал свое имя и фамилию, проходя. И даты тоже какие-то нелепые. Вот один мой друг, Пранас Моркус, такой наполовину москвич, кстати говоря, он мне как-то сказал, что это прекрасная тема для стихотворения, написать о человеке, которого никогда не было и не могло быть. Ну, примерно 20 лет спустя после этого разговора я это и сочинил. То есть имеется в виду, конечно, не просто эта табличка, хотя она тоже, но имеется в виду, в общем, и наше поколение, и даже некоторые вполне конкретные в нем люди. Но это довольно замысловато зарюзмовано, а перевел это Павел Шкарин, он живет у нас в Нью-Гейвене, такой бард и поэт, и довольно хороший, по-моему. Не стоит здороваться с тем, кого не было, Он лишь и в силах вынести вес пустоты. Нет ничего без телесней его одиночества, Пара моторов надрывных и сиплых Ревут перед зданием суда у подножия каменных лестниц. Напротив кладбища, где лютики, полное желтого яда, Где камень с металлом бессмысленных дат избегают, Мы встретились снова на узком проспекте под липами. Лепта твоя, все, что есть ты, все, чем ты будешь, Лишь недорогая табличка в витрине, Знак пустоты, состоящий из ряда, Согласных и гласных, связанных вместе почти нелегально. Даже не тень, что в себе отражает бесстрастное лето, Даже не контур, мерцающий в горле колодца, где тонут Звезды большого ковша, сливаясь в одну, Город даже и позабыть не пытался того, Кто не жил, а торгнут вселенной Ты как-то протянешь сегодня и завтра и дальше. Чуждый случайному взгляду прохожего, Больше, чем Гамлет, Ной, Одиссей, Винни-Пух, Покагонта, Сенека, Ты, едва примастившись в пространстве, Где, петляя рассудок, Наблюдает извивы ансфальта, Пробел, разъезженье молекул, Совпадая со всем, что не есть. Ты присутствуешь всюду, В довоенной или блеклой сухой штукатурке, В тумане или блеклом, Что бесследно растаял, исчез, Не сумев сконденсировать капли. Дальше надежды и отчаяния С моей стороны от потока, Глухой к твоему языку, Как и ты, глух земной моей речи, Невесть какой бог, Я пытаюсь дух вдохнуть в эти буквы, Что только в черне Дал о том обозначил Безвестный лемесленный крещик. Представить страну, Где правит отсутствие, Увидеть аллеи той, Что досталось тебе, Безликой местности, гамму, Ее панорам Ни перо не берет, Ни гуашь, ни сангина. Там все судьбы подобны, Там карма рождает Такую же карму, Там гранит размягчается В глину, Там алмаз еще мягче, Чем глина. Но, быть может, Такие же меры, Грамм равняется грамму, Метр есть метр, И от градусов, верно, Там тоже хмелеют. Если есть там народы, На пятую немец, Полякли, Когда-то в мутный лед Жестяной заморожен, Залит, захоронен, Здесь покоится Генкус, Никогда не встречавшийся С Дантом, Он сродни существом Ничему, И фонетикой только Харону. Журналист, Кто не помню, Стукач, Продавец детских кукол, Сколько пахнущих Спермой простынь, Женских платьев измятых, Сколько рюмок в шалмане, Дверей никогда не открывшим, Получений по морде, Пинков, Беспорядочной юности, Мата, Голодных дождливых июлей, Декабрей под холодною крышей Помещается в жесть. Все, что есть, Лишь слова, Лишь гримасы, Грамматик, И латают, Латают стрижи, Вновь протекший Над кауносом купол. Свет, Утративший спектр, Мотив незнакомый с тонами, Он блуждает в долинах беседы, Не желая оформиться в тему, Лишь для нас все играет труба, Лишь для нас еще желтое пламя фонаря, Пробивается, Мелко дробясь, Сквозь живую систему, Веток липы. В просветах мы видим кварталы, Где примесь пустоты к пустоте, Добавляет гопеншку, Сокрытый от взора, Поливает подъезд, Никого не стесняясь, Двери толкает, Нерожденный, не умерший, Испытавший такую свободу, Которой страшно нет, Все равно привыкать нам. Хотя, что пока мест мы подвластны Диктату часов, Мы стремимся вперед коридором, Тем, что станет судьбой, Той, что не было. Он был одним из. Другие стихи, Короткие, Но тоже не без комментария, Это из довольно уже Последних эмигрантских стихов, Это набережная Ормонт, В переводе присутствующий здесь, К счастью, Константина Русанова. Это об Ирландии. Дело в том, что Это набережная Ормонт, Как многие, наверное, помнят, Это фигурирует в Улиссе. И в Дублине Можно пройти по следам Улиса, Так сказать, пройти все эти места, Где разворачиваются действия. На набережной Ормонт Находится бар, Бар Сирен по Улиссу, Где, Глава, которая написана В стиле фуги, И, ну, В технике фуги. И начинается словами Бронзбэй Голд, Это волосы местные, Это волосы девиц, Которые там сидят. Но это можно понять иначе, Просто как деньги. И я прошел по следам Улиса И зашел в этот бар. Естественно, подошел к стойке Пропустить рюмочку. Бармен на меня поглядел И обратился ко мне по-литовски. Я был несколько потрясен. Оказалось, это нелегальный эмигрант, Который вот добывает, Так сказать, бронзу и золото В этих краях. Человек довольно печальный. Мы вместе с ним выпили. И это такие вот печальные стихи О расширении Европейского Союза. Как я иногда их называю. Это покороче. Ну, тут есть много, Тут много тайных, Ну, или полутайных отсылок к Улису. Может быть, кое-что вы заметите. Лифи – это река, На которой стоит Дублин. Она знаменита тем, Что при отливе у нее обнажается дно, А при приливе она, так сказать, Достигает мостов. Что, кстати, и описано В одной из глав Улиса. Океанский выдох, Сгустившись в апрельском Дублине, Обдал паром гранит, кирпичи И смолью горящий кузов. Голое дно под мостом, Как ладонь бедняка облуплена, Без воды сбежавшей из русла, Из оскорузла. В этой стране, состоящей Из слякоти, мятежей и голода, И всего лишь четверть века назад, Пустой, как лифи, Мы разбужены грохотом, шумом, И гулом города, Из просонья догадываемся О приливе, Затопляющем берега. В образуемую по гаузам Ищель с визгом Влетает чайка. Разбитые мостовые, Вечер у стен серой крепости, Листьями, каплями времени, Паузами шепчет залив. Не мы его обучили речи. Бронз, байголд, Лестницы круты, Хлеб горек и все по-старому, В знаменитом притоне сирен На набережной Вот только денег стало хватать, За двойника, сидящего По ту сторону, Осажденной туземцами, Барной стойки, Пьет мигрант. И уже все равно Бурое ли болото с севера, Или синий берег и таки, Пестрая карта шинится, Как утроба, Вернее, постель цирцеи, Завернувшись в серую Шершавую простыню, Крепко спит Европа. Теперь стихи попроще. Это все будет понятно, Но кроме, может быть, Посвящения, Это РК, Это мой литовский ближайший друг, Многолетний мы одноклассники, Рома Скотилюс, Он физик. Он когда-то обучал меня, Так сказать, квантовой механике, Рассказывал про квантовую механику, Я ему рассказывал про Пастернака. И мы друг друга рассказывали о политике. И, в общем, как-то чему-то научили друг друга. Вот, собственно, ему и посвящены эти стихи. И Иосиф Бродский его очень любил И часто вспоминал в эмиграции, А они были друзья. Это написано в 95-м году, То есть уже довольно давно. Я знаю, что оно как будто истекает, То чёрное столетие, Может, не чернее иных столетий, Но иное по размаху. Последовательно оно сводило К числам тела, А души измельчало Перегноем, нулями, Дабы разум как-то победил. Надеждой притворялось в пропасть. И успешно. Гордыни умысел Обслуживали печи. В кругу соседствующим Лёд был непрогляден Под каменной звездой. Вагоны в никуда шли, Задыхаясь и на запад, и на север. Ничто не вечно. Монументы тех империй В грязи, в чертополохе, Цепком в лопухах. Умолкли рупоры, Слышней распад гранита. Мы, как Орфеи, Не смеем обернуться, Не ведая, Кого выводим из Аида. Что оставалось нам? Ирония, терпение И редко смелость. Чаще сумрачное чувство, Что меньше сделал, Чем предполагалось выше. Сходящая на нет вина, Скорее грех, Что если Бог простит, То не простит ребенок. Лишь это и смогли мы выбрать, Но умели принять, Как дар глоток Из чаши горьких истин, Не восхваляли смерть, Над сталью и бетоном Узлели ангелов, Любили, Возжигали свечу в библиотеке, Как-то различали по имени Добро и зло, Уже с избытком, Довольно для того, Чтобы унести во мрак. Теперь стихи по названиям Это был перевод Виктора Куле, А это перевод Владимира Гондельсмана, Поэта, живущего в Нью-Йорке. Заречье, Это вот Ужупис, Это тот район Вильнюса, О котором я говорил на докладе, Где гиппи пытаются организовать Такую утопическую общину, Как в Копенгагене, В Христиане примерно такую, Даже газету издают. Но в последнее время Это все труднее и труднее, Потому что там стали Селиться новорищи, В частности, новый мэр Вильнюса, И подстроят уже там дворцы Такого же типа, Что на Рублевке. Но до сих пор эта газета Еще выходит, И два парня у меня там Брали интервью для этой газеты. Я знал родителей этих парней, Но не их самих. И это вот такая, так сказать, Об этом стихи. В сутолоке липп у камней прибрежных, Где течет поток торопливый, С тибром схожий, С бородачами двумя гилбис пью, Стаканы, сумерки с дымом. Их не знаю, Знал родителей только. Что ж, сменяются поколения, Шорох диктофона, Щелканье. О, вопросы те же, Что и я задавал когда-то. Есть ли смысл в жалости Или страданье, И возможно ли искусство Вне нормы. Точно был таким же, Покуда странной Не был испытан судьбой других, Впрочем, судеб не лучше. Знаю, Зло прибудет, Слепоту можно отчасти развеять, И стихи Значительные сновидения. Часто просыпаюсь перед рассветом И без страха чувствую Близко время, Когда новое поколение Вкусит слово, Соль и хлеб Увидит облако и руины, И когда мне выпадет Лишь свобода. Ещё что-нибудь покороче. Сейчас найдём. Да-да? Какую? А, после лекции? Если это здесь есть, Где-нибудь? Я не помню. Сейчас найду. Но это длинные. Не страшно. Ага. 144. Это с эпиграфами С Анной Ахматовой Смыкается какой-то тайный круг. И это мой преподавательский опыт. А женщина, Которая возникает В моём воображении Произносит некий монолог, Это она сама. Ну, она реально Этот монолог не произносила, Но мне кажется, Что она думала примерно То, что в этом монологе Сказано. Поначалу это то, Как я обычно преподаю В Ельском университете. В тот день я как не раз Читал стихи студентам, Понимающим язык не очень. За окном Блестели лужи, Селели стены, Память об эпохе Депрессии великой. Этот стиль Недаром прозван был Depression Gothic. Я смутно ощущал, Что говорю совсем не то. В руке Крошился мел, Предательски не подчинялся голос, Отчасти всё напоминало сон. Я чился объяснить, Что мне тогда И по сей день Казалось важным. Что согласные Распознают друг друга, Перекликаясь. Так в лесу Охотник другого кличет, Приглушённо, внятно. Что гласные Восходят и нисходят ступенями, Что слогу вторит слог, Так зеркало поверхность Обращает к другому, Дабы в тёмной анфиладе Из них возникшей Голову кружа Свечою отразилось удаление. Короче, тьму банальных И не очень сравнений, Дабы донести до них, Что стих не знает мелочей. Чем меньше песчинка, Тем вернее она способна Вспять повернуть течение реки. Но это ведь не всё. В строке сокрыты загадки, Что шепнул сам звукоряд, Запретные в неоны Имя Бога, А ныне лишь слова, Что означают безделицы, Насушные поэту, Как амулеты. Вихрь над строфой Зовут метафорой, Он, как траву, Сгибает фразу, Он терзает звук, Как облако, Пока не сопрягутся Далёкие, Но родственные смыслы, И брак их Не благословит словарь. Студенты уже складывали книги. Я замолчал, И мир стал изменяться. В окне, как прежде, Отражались лужи, Виднелись безнадёжные пинакли, Но комната между ними Проявлялась виной стране Во времени ином, И женщина, Что погрузилась в кресло, С орлиным профилем, Не молодая и полная, Но, что довольно странно, Изящная. Я с нею был знаком, Боялся колких реплик, И рабел пред памятью, Что уместило больше, Чем знал мой век. Но более страшился, Что хриплое дыхание Прервётся при восхождении на этаж. Прервалась спустя полгода. Женщина молчала, Но я её, быть может, Смог понять. Всё это правда. Впрочем, Излагать попроще стоит. Такова работа, Не отрицай, Та часть её, Что легче. Достаточно лишь следовать За звуками, Не мешать ему. Он сам найдёт метафору И ритм, И ненаграмму, И верный тон. Но стих родится раньше, Чем ты, Чем твой язык. Его отчизна Беззвучное владение пустоты. С них стих снится самому себе. А мы должны нарушить сон И увезти его оттуда Из ничток, Проспектом, Где правит синтаксис, На площадь звука. Всё это, Вот это трудно. Здесь, подозреваю, Решает мне язык, А кто-то свыше. Конечно, Если видеть Августину, А он не ошибался, То Господь хранит в себе От века все рассветы, Все реки, Каждый атом и слезу, И каждый ломоть хлеба, Что жуют на зоне зэки. Он хранит все пули, Что выпущены были палачом. Нам это не постичь, Нам остаются детали. Цапелька на берегу, Нелепая депрэшн, Готик арка, Сорняк проросший Под балконом, Где с букв Облетела позолота. Деус консерва томния. Уже немало, Чтобы стихи вместили Всю любовь, Что ты познал, Чтобы смогли утешить И нас, и мёртвых. Так почтим язык, Его законы, Лабиринты, эхо, Что нас почти Уравнивают с Богом. Но есть ещё стена, И эту стену Нам не перешагнуть. Язык исчезнет, Как мы исчезнем. Вряд ли это стоит иронии. В окне нездешних мест Мне открывалось Ледяное небо, И поздний март Над стенами стоял. Ну, ещё что-нибудь Сейчас. Ну, можно Про комнату Йосифа Бродского В Питере. Это короткие стихи. Мы эту лампу Мать пережегла Вот это любопытная тема. Стихи называются Стык. Это В одном таком любопытном месте, Куда меня завёз На автомобиле Друг поляк, Где Встречаются Границы Польши, Литвы И бывшей Восточной Пруссии. Сейчас это Калининградская область. Причём они там Встречаются На таком месте Три государства В разные стороны Начиная С Шестнадцатого Примерного века С пятнадцатого Даже точнее. И Ну, вот Довёз он меня На это место. Раньше туда Невозможно было Доехать. Это была Строго охраняемая Граница Советского Союза. О чём тоже речь идёт. И я Описал Этот стык И все три страны. Причём Сначала идёт Литва, Потом Калининградская область Мрачная такая И потом Польша В которой я в тот момент Находился. Ну, там пять строф И Там Некий формальный Фокус Или приём Украденный У голландского Пэта Маркинуса Нигова Это каждая Строфа Там они Не рифмуются Но Обязательно Заканчиваются На ту же гласную Каждая строчка В строфе На ту же ударную Гласную И Литва на А Калининград На И Польша на У И две Две коротких Строфы по краям На О Нет, на Е и на О Ладно Я надеюсь, что это Даже как-то слышно Что это придаёт Какой-то обертон Стиху Тропа шла вниз К лужайке От шоссе Испадины Ты рассмотрел Задетой Лучом заката Проволоки блеск Стол полосатый Был гербом Увенчан Сурепка Шебуршала На северо-восток На северо-восток Легла страна Терпения И тесноты Встречая ночь Там в лесу Косуля Обрывала Льшаник Горизонт Предкрывал Там озеро Чья тёмная вода У берега Ребёнка Отражала Совпавшего С тобой Там Над мостками Над камышом Над хом Над гробной Даты Кружила песня Время Ускользая Из нашей памяти Из биографии Есть В равной мере Гнёт И талисман Пожалуй Это-то нам В нём И важно Лес Влево Простиравшийся Был дик В нём Узкой щелью Просека Светилась Топ Открывая Либо лишь Низину Где ухмыляясь Твари Крпошились Мохнаты Незримы Сотворить Мог лишь Безумный График Их Вдали Там Где луга Где рухнули Мосты Канал Спешил Достичь Гранит Залива Ни города Ни флота На пути Ты знал Там Зачинаются Детишки Лишь для того Чтоб Во дворах Делить Окурки Злобу Деньги Семя Шприцы А за спиной Дымят Усадьбы Хмуро Собаки Брешут Дом свой Стерегут От злых Гостей Коловращенье Узких Запущенных Проселков Что ведут Петлями Жаврагов К очагу Он скрыт Стеной Соблезлой Штукатуркой Которого Эмиграции Довольно Мрачные Мрачные Стихи Штукатурки В 2007 году Я жил В те времена Лет уже Добрых 40 тому назад Там я Обидел Самоубийцу И не сразу Понял Что это Человек Покончивший С собой Пройдя Сквозь Холод Таможни Сквозь Трой Настороженной Стражи Вскарабкавшись По ступенькам В скудный Валютный Эдем Вспомнил Что не Помахал Рукою Тем Кто остался Еще Дать Лета Они уже Превратились В тени Голос На дне Телефона Адрес В забытой Книжке Времени Нашего Может Единственное Чудо Я знал Голоса Рассыплются Слова Обернутся Прахом В полумрак Фотографий Отступят Знакомые Лица Пока Наконец Их не Вытеснят Книжные Полки И лампа Не знал Кто из нас В плену Персефоны Я ли Они ли Смотрел Сквозь стекло Из-за Столика На Чистое Летное Поле Наброшенное Тело Как Здешний Сказал Поэт Подле Электростанции Повиснет Влажное Солнце В марте Трамвай Шелестя Грязь На Бульварах Разбрыжет Скоро Оттают Пруды Рядом С Большой Грузинской Некогда Там У стены После Военной Высотки Мертвый Лежал Ничком Менты Зевак Разгоняли Сразу Я и не понял Что это Значит С этой Минуты Мне время Дано С излишком Чтобы Понять Двенадцать Двадцать А может Тридцать Лет В темных Комнатах На континентах Просторных И темных Там же В ответ На стук Дверь Ключом Отворялась Там же Поблизости Я узнал Как строка Сияет Как она Заряет В полночь Снег И деревья Страна Неродная Данная Как временное Тело До льдистого Моря Топкая Почва Непобедивших Где Над неизлимым Городом Сияют Кресты Самолетов Спасибо Большое спасибо Большое спасибо И я подобно Тем двоим Кто говорил до меня Время от времени Буду Объяснять То что я собираюсь читать Не потому что Мои стихи Непонятны Они наоборот Пугающе понятны А просто потому что Контекст В какой-то мере Поможет понять О чем идет речь Я живу В Миннеаполисе В городе На севере Соединенных Штатов В штате Миннесоты Большинство людей Которые никогда В Америке не были И даже те Кто были в Америке Туманно Представляют себе Где Миннесота Но это Штат На границе С Канадой Через озеро От Чикаго А Чикаго Знают почти все Там происходит Действие Песни о Гаевате Никто песню о Гаевате Кроме как в России Давным-давно Уже не читает Но Мы все это знаем В переводе Бунина И даже те Кто ездит По улицам Миннеаполиса А есть Минни-Ха-Ха-Эвеню Есть Хай-Уолса-Эвеню И прочие И прочие Персонажи Лангфелло Почти никогда Не знают О чем идет речь Мало ли их Есть Вашингтон-Эвеню Есть Минни-Ха-Ха-Эвеню Много их Все не разберешь Мой дом Почти на берегу Миссисипи А университет Если идти Это в верховье Миссисипи А если идти Вверх по течению То через 40 минут Будут здания университета Недавно мы Ну недавно То есть вчера Мы разговаривали С Томасом Венслово И выяснилось Что и он тоже Ходит в университет Пешком Только ему 5 минут А мне 40 Поэтому за 5 минут Он наверное Ничего сделать не может А я за 40 минут Могу многое сочинить Так как пейзаж Мне знаком И все вокруг знакомо Смотреть особенно Некуда И незачем Туда 40 минут И обратно 40 минут Все что я Прочту Написано Уже после 75 года Я уехал На 2 года позже Чем Томасу Венслова И Первое стихотворение Как раз О Миссисипи О моих прогулках Вдоль Миссисипи Второе Маленькая интермедия Которая не имеет Никакого отношения К реальности Есть только поэзия А третье Снова о реке Что именно о реке Не нуждается Никаких комментариев Среди обиженных И новоришей Я совершаю Свой привычный круг Жуя овес Навязчивых Двухстишей Из шелухи Высасывая звук В дни ураганов И в часы затишей Под пенья птиц И завывания вьюг А путь мой Вдоль реки Где мели Плесы Все у великих рек Как у людей По берегам То инии То росы То кучки Аппетитных желудей Мне не до них Передо мной Вопросы Со временем Не ставшие светлей В неведомые годы Чьи-то предки Заговорили новым языком И до сих пор В его нелепой клетке Довольные собою Мы живем К продереву К той незаконной ветке Не к желудям Я мыслями влеком В воде Икру Немая рыба Мечет Но выше Гомон И небесный гром Гудит пчела И сходит В криках Кречет Еще не овладевший Топором Хрипящий человек Стремится К речи Чтобы над всеми Сделаться царем Я среди тех Кому был миф Наука И заклинатель Заменял врача Кто знал Что смысл Рождается из звука Кто слыша Грай Сумел наречь Грача Кто в дичи Зверя Целился из лука И безбоязненно Рубил с плеча Но мир вокруг Не продолжение мифа И заклинают нынче Только змей Столкнувшись с рифмой Как с подножьем рифа Я Пасынок языковых семей Потомок Суетливого сизифа Иду удивясь Что круг Не стал прямей Мне вреден воздух Леса и лугов Он к нам пришел Преданием неиспытан Не отстоялся В глубине веков И благородной пылью Не пропитан Но я люблю Открыть старинный том Его страницы Тронутые тлением Красноречиво Говорят о том Что было страстью Мукой и томлением Я провожу рукой По корешку Держу ладонь На ржавом переплете И рыцарь Замирает на скаку Олень в прыжке И горлица В полете И только аромат Цветов и трав Не смог войти В настой Из старых глав Течет незнаемая Вечная река Ни кораблей Ни лодок Ни матросов В нее однажды Потянула старика Был тот старик Прославленный философ Дитя античности Он был как альфа Прост И выбрал Без больших раздумий Реку А не пошел И не поехал Через мост Как подобает Истинному греку В тот древний В тот древний эры год Стоял жестокий жар Рассказывали детям Старожилы У ящериц Случался солнечный удар А у людей На лбу Вздувались жилы И погрузил В струи Философ Лоб и грудь Прохлады Ждал от них Обетованной Увы Вода была Не холоднее Ничуть Чем дома У него В нагретой ванной Но что есть Век людской Сплошной Круговорот Спустились С гор Морозные Флюиды И вспомнилось Ему Река Река Течет Недалеко От храма Артемиды В ней Замечательно Блаженная Теплынь Ведь атомам Не нужно Подогрева А дома Размышляй И от раздумий Стынь Алим Богам А мы Рабы И гнева И он Отправился К задумчивой Реке Мыслитель Избалованный Порядком Но Изменилось Все И даже На песке Прохладно Без сандалий Стало Пятком А что До тихих Струй Не приведи Зевес Философ Их ногой Потрогал Робко Не понял Ничего Но только В воду Влез Как выскочил Оттуда Словно Пробка И вымыл В грустях Коварная Река Нам дважды Не войти В тебя О мука Так Из озноба Домоседа Старика Возникла Европейская Наука Я По профессии Конечно Германист И поэтому Мне приходится Читать Огромное Количество Немецких Книг И время От времени Попадаются Мне книги Написанные Немецкими Профессорами Во время Войны Посвященные Их Детям Погибшим Во время Войны Одна Из таких Книг Написана Знаменитым Скандинавистом Вальтером Бетке О духе И Наследии Севера Статьи О духовной Жизни И верованиях Древних Скандинавов И немцев Готинген 1944 Я могу Простить Это по-немецки У меня очень Хорошее Немецкое Произношение Я пропущу Немецкий Текст Памяти Моего Любимого Сына Капитана Инженерных Войск Ганса Бетке Павшего Под Смоленском 10 Сентября 1941 Года Таких Стихов У меня Несколько Я прочту Одно Из них Как и всегда В конце Жизни Стихи Начинают Складываться В циклы Не написанные Циклами А складывающиеся Из них Из каждого Такого Цикла Я выбрал Одно Два Стихотворения Стараясь Подражать Великому Английскому Артисту Джону Гилгуду Который Однажды Сто лет Тому назад Приехал В Ленинград И прочел Свою программу Известную Всему миру А потом Ставшую Известную Нам Под названием Век человеческий Всю составленную Из кусков Из Шекспира Это было Абсолютно Незабываемо Одно из самых Потрясающих Впечатлений Моей жизни Когда в конце Когда старел На глазах Гилгуд Сначала читавший Сонеты Молодым человеком Призывавшим Друга Жениться А в конце Выходил Королем Лира Королем Лиром И в руках У него была Корделия Никакой руки Никакой Корделии Конечно Не было И он Бормотал Только I'm a foolish Old Fond Man И зал Сидел Затаив Дыхание Мне бы хотелось Прочесть Такой цикл Чтобы получился Век человеческий Но Вячеслав Севолодович Сказал 25 минут Почему-то не 30 А 25 минут Каждому А в 25 минут Даже малосущественную Жизнь Вбить трудно Поэтому я Из каждого Цикла Взял Что-то Одно О войне Будет еще Одно Два Стихотворения Но вот Стихотворение На тему О котором Я только Что Рассказал Господин Капитан Ганс Бетке Вы Сгинули В 41 Году Под Смоленском Не Вернувшись Из той Разведки Но Так Случилось В Круговороте Вселенском Что Рядом Цвета Почти Что Воска Стонал Человек Не Заглушая Обстрела Младший Лейтенант Противоположного Войска Превращавшийся Из живого Человека В тело Я Не военный Не обучен Потому что Негоден И должно быть Не все Рассказал Как надо Например Забыл Что в сражениях За славу Родин Гром Орудий Называется Канонадой Но Суть События Изложена Верно Не учтены Лишь Звезда И крестик Из жести Два Совсем Еще Молодых Офицера Погибли Одновременно Но Как бы Не вместе А отец Ваш Дождался Победы В сгоревшем Тысячелетнем Рейхе С ними Небелунги Вольсунги И обе Эдды Дошли до Мая Безединной Прорейхи Помните Германские Древности Были Отцу Профессора Профессору Любовью И болью Такие же Кровожадные Как и ныне Были Но Тронутые Респектабельной Молью Он Посвятил Вам Свою Книгу Где Тор И Бальдер Тоже Погибли Писал Ее Плача Хороший Был Отец Бет Кевальтер Мне бы Такого Да Вот Неудача Помните Младшего Лезенанта Рядом Мой Отец Говорят Отличался Живостью Слога Где Вы Теперь Как Проходите Мимо Господа Бога Мы То Здесь Дружим Не то Что На Пригорке Энском И Только В годовщины Сердце Иногда Свербит Смленском Монолог Друга Детства Из Военных Жестихов Она Так И Осталась Вдовой Как И Многие В те Времена Молодых Мужчин Сгубила Война Отцы Не Вернулись Как И Твой Я Часто Думал А Вдруг Он Жив Среди Тучных Немецких Нив Бывало Я знаю И не раз Под улюкней егерей Потерявший Паспорт Блондин Еврей Скрывался Среди Более Чистых Раз А потом С другими В далекий Штат Где Устроился И снова Женат Удачнее Чем Когда Был Юнцом Что ж До Первой Он Забыл О ней И Новый Сын Получился Умней И Похож На Него Лицом Любит Девочек Белозуб Ходит С папой В спортивный Клуб Но Мучил Меня И такой Вопрос Вдруг Войдет Старичок С клюкой Я Удивлюсь Так ты Такой Он Усмехнется И ты Подрос Слева Уже Седина У виска И правда С тех пор Ведь прошли Века Но я думаю Нет У него Жены И Зубастого Сына Нет Ни Через Мало Ни Через Много Лет Никто Не Приходит Домой С Войны Мертвецы Хоронят Своих Мертвецов Сыновья Не Хоронят Своих Отцов К Концу Жизни Всегда Оборачиваешься На свой Путь И думаешь О том Как Прожил Жизнь Я Конечно Не Исключение В этом Ряду Вот Стихотворение В русском Духе С биением Себя В грудь Я мог бы Выйти На Сенатскую Площадь И быть Повешен Или Сгнить В Сибири Ничего Проще Но Не Замешен Ибо Родился Сам Того Не Желая Позже Тех Прапорщиков И Николая Меня Могли Бы Задавить На Ходынке Такой Был Случай Не Понадобились Бы Поминки Но Я Везучий Ни Тому Самодержцу Ни Его Тезке Не Пришлось Дарить Мне Сосновые Доски Я Мог Бы Сгинуть Звездочка На Погоне Нашивки Ромбы Обезноженный Не Убежишь От Погони Могли Могли Я мог бы выйти, мог бы, но я не вышел. И в гораздо более легком ключе, ибо невозможно все время на фартиссимо, три стихотворения на тему любимых поэтов. В Америке я перевел на английский практически всего Лермонтова, всего Тютчева и всего Боротынского. Лермонтов прошел, кроме Сашки Лермонтовского, невыносимо было гнать почти 50 страниц Анягинской строфой. Да и не прочел бы никто это по-английски. Но Лермонтов вышел и был даже хорошо раскуплен. Тютчев был раскуплен хуже, поскольку Тютчева вообще никто не знает, поэтому надо было его насильно продавать, как сказал бы, упомянутый много раз с нами, как картошку при Екатерине, но тоже раскупили неплохо. Боротынский еще не вышел, потому что не написан комментарий. Но весь он вошел в меня, так что выйдет он или не выйдет, скоро или не скоро, не имеет большого значения. Ведь когда переводишь что-нибудь, то одну и ту же строчку неделями обсасываешь. Какой-нибудь солнцераскаленный шар, который упорно не входит ни в какую строчку. Ходишь, ходишь, ходишь. Так что понемножку я и всего Тютчева, и всего Боротынского помню наизусть. Современных поэтов я не переводил, считая, что перевод будет много хуже, чем оригинал. Отсюда не значит, что перевод классиков получился лучше, чем оригинал, но он, по крайней мере, хотя бы сравним с ними. И я без перерыва и без комментариев прочту три стихотворения на темы трех поэтов. Боротынский, Анна Ахматова и Мандельштам. Я мог бы не объявлять фамилий, настолько очевидно, на чьи темы эти стихи написаны. Притворной нежности не требуй от меня. Я даже и тогда любил тебя едва ли. Мы разошлись легко, друг друга не виня, и все, что можно было, о себе узнали. Но столько лет прошло, ты стала забывать, что я был искренен и честен в заблуждении. Тебе ж хотелось лишь царить, повелевать, а не делить со мной сердечное влечение. И нет мне радости, что ты нам всем лгала. Тебе уже тогда мужская страсть приелась, но твой альбомный друг, поэт, сгорел дотла, стал опытнее дух и наступила зрелость. Зачем же ворошить дела давнишних дней? Любовь, ты говоришь, в разлуке лишь окрепла, облагородилась и сделалась нежней? Нет, зря ты ищешь жар в остывшей груди пепла. Не связанный ни с кем чудак-анахарет. Я зряшных слез не лью, найду и я подругу, когда вернусь домой и, сбросив тяжесть лет, пойду людской тропой и по земному кругу. В рассветный час любви мы грезим об одной, в разуверении легко и быстро дружим. Не спрашивай, молю, кто будет мне женой, а посочувствуй той, которую буду мужем. Здесь все меня переживет, не изойдет в последнем схлипе, пологий берег Миссисипи, размытый током вешних вод. Все то, чему пришел черед, дупло в полуистлевшей липе, мостки, зашедшиеся в скрипе, но что не рухнет, не умрет, не растворится в едком дыме. И я бы мог, сравнявшись с ними, застыть недвижно навсегда, но скучно вековое обдение тому, кто не остался тенью у царскосельского пруда. В Петербурге не сойтись нам снова, некому сходиться, и зачем? На его проспектах нет нам крова, воздух дик, а город пуст и нем. И в те дни, когда, закрывшись створки высохших колодников дверей, мы познали первые восторги худосочной юности своей. И тогда не северной пальмирой, а тюрьмой был наш красавец дом, а теперь нам старым за полмира он и вспоминается с трудом. Время то длиннее, то короче, только череда одна. Черный бархат злой декабрьской ночи, майский шлейф белее полотна. Видишь, осыпающийся тополь, все покрыл, как снегом нежный пух. Так хоронит царственный Петрополь, где бродил вокруг тебя наш дух. В юности я думал стать профессиональным пианистом. Пианистом я не стал, и вот очень хорошо, потому что не было у меня врожденной техники, той памяти, которая позволяет выучить за одну ночь сонату Скрябина это эпизод из жизни Рихтера, и на следующий день получить первую премию на конкурсы. Но стихов о музыке много. Я прочитаю два из них. Оба совсем короткие. Средь суеты, знакомый, шумный, бальный, Мы встретились на стыке двух тревог. Мой поздний стих, обманчиво банальный, Лишь сколок с давних вдохновенных строк. Что если бы из облака тумана Ты не спустилась на житейский бал, Задумчивость твою и гибкость стана, Когда б не я, кто б ныне воспевал? А может быть, все это сна раскраска, Виденье мая сумрачной зимой. Не молкнет вальс, смеющаяся маска Зовет туда, где нет ее самой. По радио играет карнавал, Ломает руки, ласковые в зебий, И флористан проносится, как шквал, Порыв и грезы неизбывной жребий. Я был, как вы, я знаю эту дрожь, Проклятие поэтического дара И дух любви, любви, которой ждешь, Бесплотная, единственная Клара. Я вас играл, как кто-то молодой, Сейчас играет в обомлевшем зале, И мчится жизнь моя передо мной В трагическом, но сладком карнавале. Конец, бравурный марш, парад, алле, Сплетясь в клубок, уходит в вечность темы, И мы идем за ними по земле, Растроганы, окрылены, но небы. Осталось совсем немного. Любимая моя поэзия, средненемецкая поэзия Менезанга, Которая великолепна, Которую надо читать в подлиннике, Которую знают только те, кто знает средненемецкий язык. Он не очень трудный, Но все-таки сначала она выучит современный язык, Потом средненемецкий, Потом пройти всю грамматику, И потом оценить оригинал. Есть у меня цикл подражания Менезангу, Из которого я прочту одно стихотворение. Это Менезанг из разных поэтов и разных стихов, Хотя больше всего там от Вальтера, Но в принципе это не перевод никакого стихотворения. Менезанг – это начало XIII века. О, этот зов голодной плоти И жажда низменных услад, Направленный на женщин взгляд, Всегда повсюду на охоте, А рядом похвалы достойны патрицианки, А таких певцы возносит к небу стих, И из-за них ведутся войны. Когда, забывший путь к отказу, Во мне охотник углажен, Среди легко доступных жен Я забываю стыд не сразу. Но успокоившись, Дуэнии пою влюбленный мадригал, И замечаю, что снискал своим искусством одобрение. Я мог бы петь звезде в тумане, Надеясь сбросить страсти гнёт. Бывает ведь, звезда мигнёт, Тому чей взор она приманит. И было б так же, Издалёка забрежила бы красота. О, прелесть губ и тайны рта, И глаз бездонных поволока! Избранница, прими на веру Мою бесхитростную речь, Мне так хотелось бы сберечь. Нет, не умеренность, а меру. Мне жутко в пропасти, С обрыва я камнем скатываюсь вниз, А на вершинах я закис. Как мне любить, прожив счастливо? Неужто где-то в нашем мире Долина есть, где ровен свет, Где крайностей любовных нет И не лежит на сердце гири? Апофеоз и несколько переводов Быть знаменитым так красиво, Когда ты славу заслужил, И гнал себя и в хвост, и в гриву, Ни нервов, ни щадя не жил, Когда твой выход И на сцену направлено бинокли ось, А ты, познавший жизнь и цену, Без стёкол видишь всё насквозь, Когда, не убоявшись терней, Закинув к звёздам свой вазок, Ты слышишь ликованье черней, Что ж, улыбнись ей хоть разок. Я, сбивший ноги в кровь паломник, Добредший до священных пальм, А не тихоня и не скромник В пути утративший запал. Пусть не хотел я жить иначе, Пусть не заигрывал с толпой, Не для одной самоотдачи Прошёл я горную тропой. Нелепо быть стальной пружиной, Вращая стрелки на часах, Быть средоточа сердцевиной И стать ни притчей на устах, Ни пошлым безглубинным глянцем Святым чужого жития, О нет, ни чванным самозванцем, А тенью собственного я Клянусь раздробленным гранитом И диким воздухом вершин, Что быть красиво знаменитым, Шакалов много, лев один. А в заключении я прочту Несколько сонетов Шекспира. Сделал я с умыслом, Не зная, понравятся вам мои стихи или нет, Я решил, что я кончу сонетами Шекспира, Которые в переводе Абсолютно невозможно испортить. Есть два вида стихов, Которые невозможно испортить. Это стихи Киплинга и сонеты Шекспира. Как бы плохо их не переводить, Оригинал таков, что все равно получится хорошо. Поэтому я выбрал несколько сонетов. Я перевел, к сожалению, не все 154, Но перевел довольно много. И я выбрал самые знаменитые. Те, которые мгновенно будут опознаны Всеми здесь сидящими. Я буду называть только их номера, Ничего не читая по-английски. Буду называть их номера. И эти номера, как известные истории, Когда люди называют только номера анекдотов И всех охочут. Потому что все знают абсолютно, Что там не нужно никакого текста. По первым же строчкам вы все сразу узнаете, Даже если не помните номеров. Тридцатый. Когда предмысленным немым судом С щемящих дум проходит длинный строй, Я снова болью думаю о том, Как скромно все достигнутое мной. И я тогда не сдерживаю слез О самых тяжких из моих утрат, О той, чей облик натиск лет унес, О тех, чьих память только сны хранят. О старой грусти я опять грущу, Считам всей жизни подвожу итог. И плачу вновь, и вновь по ним плачу, Как будто векселям не вышел срок. И только мысль, что есть на свете друг, Снимает боль от горести и мук. Тридцать пятый. Прошу, содеянным себя не мучь, Урос шипы, на дне ключа осадок, Светил порой невидный за туч, И червь находит плод, который сладок. Кто без ошибок может век прожить? Вот я зачем твой грех вставляю в ямбы, Сквозь стыд тебя стараясь ублажить, Прощая то, чего не сделал сам бы. Я чувств ищу, где чувственность одна. Я у врага покорным адвокатом, Любовь во мне, как ненависть, сильна, И сам себе кажусь я виноватым. Как вора друга я зову на суд, Но пусть меня сообщникам ведут. Шестьдесят шестой. Ну не может же быть чтение санетов Шекспира Без шестьдесят шестого санета. Я смерти был бы рад, чтоб не видать, Как честность побирается под дверью, Как на глупцов нисходит благодать, Как вера превращается без верия, Как ложь вершит над правдой приговор, Как подлость совершенство задушила, Как девственность выводит на позор, Как слабость обессиливает силу, Как власть поэту зажимает рот, Как чваный хам берется мудрость школить, Как лишь простак по простоте не врет, Как зло вольно везде добро не волить. Я смерти был бы рад, Одна печаль тебя оставить в этом мире жаль. Семьдесят третий. Во мне то время года видишь ты, Когда с ветвей уже слетел убор, И ветер рвет последние листы, Разрушен клирос, Смолкнул птичий хор. Во мне ты видишь, Как закатный свет Почти угас и переходит в тьму, А дальше ночь, Как смерть ползет во след, Чтоб все укрыть И дать покой всему. Во мне ты видишь, Как приник к огню Последний сук Истлевшего ствола И душит даже эту головню С нее самой Летящая зола. Пусть так, Но тем моя любовь сильней, Чем меньше мне любить осталось дней. И в заключение два санета о любви. 106-й и великий, знаменитый 129-й. 129-й – это The Expensive Spirit. 106-й. Как часто в виршах старого поэта, Вплетенных в кронику былых времен, Давно усопших юношей и жен, Божественная красота воспета. Но тот, кем раньше словословия пелись В честь глаз, ланит, и уст, и рук, и ног, Прославить бы, наверное, так же смог Твоей красы сияющую прелесть. Нет. Никогда. Стихов старинных строки Намек беспомощный на твой портрет. Не в силах были сквозь завесу лет Твое лицо предугадать пророки. Ведь и у нас, чтобы описать твой лик, Глаза распахнуты, Но нем язык. 129-й и конец. Растрата духа на потребу телу, Вот похоть в действии. Ее игра подла, груба, кровава, Оголтела, жестока, зла, безудержна, хитра, Утолена. Ее мы ненавидим, ее желаем, Получив свое, уже жалеем, Лишь приманку видим, И вместе с ней глотаем острие. Стремясь излиться, В буре излияния, Излившей страсть, безудержна во всем, Она восторг и пытка, без пытаний, Приходит счастьем и уходит сном. И все познав, Все вновь и вновь спешат Изведать рай, Ведущий в этот ад. Благодарим, Атония Либермана. И вот здесь появилась еще такая идея Закончить наше чтение Большим восклицательным знаком, Потому что из зала Был записка, Тома Сувенстова, Была прочитана еще одна стихотворение По-литовски, А может быть и по-русски. Да я лучше по-литовски. По-литовски это прикольно. Ну это, оно короткое, Но оно, 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 Написано 49 лет назад, 48 лет назад, Так сказать, Йосиф Бродский всегда говорил Про такие стихи, Киндергарден. Вот это и есть такой киндергарден. Оно написано в жанре тост, Я пью за разоренный дом, Или там, Я пью за военный аст. Тут за некоторые предметы Человек пьет дважды. Потом, ну... Ужму су сену квадратус, Сирдуру квадратус, Сужал шталанга до картус, Сирлямпа до картус, Уж откирсту шарю вартус, Жемейлепу вартус, Уж те, Кад орас не клаидус, Иркат клаидус видус, Уж балтус гардежу ратус, Патикринтус рактус, Уж муссвисус, Туос дукартус, Туос четверис картус, Уж те, Кас плавкену лейду, Кас гимста поляду, Уж те, Каду ирду, Неду, Ирдукарду, Неду. Ну, Объяснять это не стоит, Но тут есть, конечно, Намеки и личные, И гражданские, Я бы сказал. Ну, вот так вот. Спасибо. Спасибо. Мы от души благодарим Наших дорогих Сегодняшних участников вечера. Мишта Всеволодовича Иванова. Спасибо. Спасибо. Нашему дорогому гостю Из Америки Литовского поэта Томаса Венцлова. Нашему гостю Тоже из Америки, Ленинградца, Россиянина, По рождению Анатолия Либермана. Спасибо всем. Пожалуйста, Приходите завтра На второй день конференции. В 12 будет первый круглый стол, В половине третьего.